До финиша не доехать пару метров. На пути мусоровозов стало припаркованное авто. Уже не до культуры. Такая картина здесь едва ли не каждое утро. Дом на Пролетарской 165 как будто не хочет, чтобы его мусор увозили. В субботу стояли вообще на въезде. Никак не заехать. И оттуда задом не могу заехать, ни отсюда передом. Минут 10 и пинок действует. Удивленный хозяин спешит укатить и мусор наконец попадает в специальную машину. Но это только первое препятствие. Здесь ситуация еще сложнее. ДТП и сколько прождет водитель мусоровоза вообще непонятно. Водитель Николай Соколков даже ведет свою статистику. В этом дворе он простаивает в среднем дважды в неделю. Иногда вообще безуспешно. Если владельца авто не объявляется, тогда мусоровоз вынужден уехать. Водитель сделает фотосъемку, уведомляет диспетчера и уезжает с объекта. То есть мы надлежащим образом оказали услугу. Транспортное средство приехало. Если по договору не обеспечены подъездные пути, мы уезжаем. То есть мы только можем приехать на следующий день. К счастью для жильцов этого дома мусорный коллапс не состоялся. Хотя какой ценой? Водитель потерял здесь 30 минут, при том, что норма типа пустошения баков с нескольких подъездов минут 5. А если такой двор не один, кому-то мусоровоз сегодня вообще не доедет. Потерянное время в поисках владельцев припаркованных возле мусорных баков машин неизбежно приводит к срыву всех графиков вывоза мусора. Дворник Ирина уже устала говорить жильцам о порядке. Впрочем, решить проблему могла бы отдельно стоящая контейнерная площадка. Эксперты уже предложили главе федерального Минстроя законсервировать все действующие мусоропроводы, а новые многоквартирные дома проектировать без этих устройств. Так несколько лет назад сделали в доме Ночкалова 76, решив сразу две проблемы. Удобно, очень даже удобно. А почему удобно? Потому что крыс нету. У нас все было проедено крысами, страшно было, да. Общее собрание может принимать решение, любой способ мусороудаления, либо через мусоропровод, либо на контейнерную площадку, то есть оборудовать контейнерную площадку вблизи жилого дома. Как поясняют в Роспотребнадзоре, Санпин допускает оба способа сбора. Так что люди действительно могут выбирать, что им удобней. Идея отдельной площадки жильцам дома на Пролетарской еще не приходила. Об этой проблеме думают разве что водители мусоровоза, да охранник Валерий. Говорит, каждую смену прочищает мусоропровод от коробок из-под пиц и пенопласта. 13 этажей уже забито вчера было, а с 25-го вчера начали кидать, я так думаю, что и там и до 25-го дело дошло. Нужно трубу, как вот эти, контейнера такие, чтобы покрышки от колес туда пролетали. Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком.